А здрасте, всем друзья привет уленьки, мы продолжаем играть отродную долину. У нас капает дождик, но вроде как он уже должен был закончиться. Сегодня у нас грандиозные планы, что надо сделать, хотя на самом деле я попытаюсь это все сделать быстро, на самом деле работы много у меня на полях, потом за кадром будет. А давайте обо всем по порядку смотреть, что у нас происходит на полях, на заводах и так далее. Во-первых, созрел тростник, его друзья надо будет убрать. Остальные поля у нас везде соя, это я в общем-то в прошлой серии еще вам все показывал. Это мы тоже дело собираем и пока храним. Тростник у нас пойдет на топливный завод, запускаем четвертую линию и должно будет быть много топлива. 500 кубов топлива здесь может храниться, замечательно. Топливом будем обеспечены, возможно даже до конца игры. Тростник, друзья, у нас здесь по моим оценкам, короче как мне сказали, если объединить 18 и 19 поле, то с двух урожаев получится 10 лямов. У нас здесь поле чуть поменьше, в общем-то 3-4 урожая мы соберем. Тростник потом пересаживать не надо, он сам потом вырастет, насколько я знаю. Поэтому все в общем-то хорошо. Для тростника надо будет купить новую игрушку, сделаем это чуть позже. Разберемся пока, что у нас происходит. Далее, силосная башня. Тут у нас все в порядке, вывезли в прошлый раз отсюда силос и загрузили его вот сюда. Потихоньку силос будем производить. Когда его станет слишком много, его можно будет без проблем просто продать. Хоть и не задорого, но деньги никогда лишними не будут. Вообще потихоньку наполняется уже наш элеватор, много чего у нас есть. И это, друзья, прекрасно. Погнали, ребят, выставлять в работу, чего ждать-то? Первый у нас пойдет работать класс. Я надеюсь, что игра уже считает, что дождь таки закончился и позволит убирать урожай. Начинаем, друзья, с 37 поля. Не знаю, почему именно с него, просто так захотелось. Генерируем обычный маршрутик. Ставим ему поле номер 36. И друг со стартовой точки погнал. И игра считает, что дождь уже закончился. Хотя в прошлый раз была такая история, что дождь как бы не закончился. Точнее, анимации не было, но игра считала, что дождь еще идет. Да, кстати, я же посыпал все поля известью. И очень много извести на это ушло. И нам, друзья, к следующей посыпке надо будет обязательно купить новую пополнялку. Точнее, не пополнялку, а посыпалку извести. Вот этой на 9 кубов, это замучаешься просто. Это ужасная идея. В пару к нашему лексиону, друзья, мы отправляем работать оранжевого мана. Он у нас как раз силы свозил. А ты, друг, едешь на поле номер 36. И потом все отвозишь на базу мой элеватор. Поздынь, погнал. Тут у тебя все хорошо. Также, друзья, есть у нас еще лужайка с травой. Тут ничего нового, продолжаем ее косить. И после этого покоса мы соберем ее, заволкуем, все отвезем на базу. Хотя травы на базе у нас много. Опять-таки, будет... Забьется бункер, продадим эту траву нахрен. Не проблема. Сейчас есть 3,5 миллиона литров. Боюсь, что соберем сейчас примерно столько же, сколько есть. Где наша косилка? Вот наша косилка, она заряжена. Так что ты, друг, у нас едешь на лужайку. И включаешь курс-плей, когда туда приедешь. Поздынь, погнал. Тоже у тебя все будет нормально. Далее, друзья, погнали в магазин за комбайном для сахарного тростника. Для сахарного тростника, как и для всех корнеплодов в будущем, будем использовать вот этот вот самый Терадос. Он на 450 кубов у него объем. Его мы покрасим в оранжевый цвет, как ни странно. Он быстро работает. Немножко увеличенный жадкий. В общем-то, чтобы не сильно долго с этим запариваться было. Только надо ему поставить расширение, которое стоит 55 тысяч. Черт, это в мои планы вообще не входило. У нас остается 48 тысяч, и нам не хватает денег на жадку. Вот же ж засада. Вопрос на таком, что мы можем продать? Пшеницу. 356 кубов пшеницы. На порт Пермингем это будет стоить около 100 тысяч. Чуть больше. Этого нам хватит. Значит, друг, есть, продавай пшеницу. Я надеюсь, что это быстро сделаешь. Значит, тростник откладываем чуть на попозже. Погнали смотреть еще по производствам, что нам где надо. А, я же вам еще, кстати, не рассказал, что я сделал за кадром. За кадром, друзья, я запустил вот этот завод. Кстати, отсюда можно один прицеп удобрений выкинуть. У нас закончился здесь ил, поэтому я немножко собрал ила. Я совсем немножко собрал ила, чтобы запустить завод. Короче, весь ил то, что был в озере. Когда мы его продали, там оставалось сколько-то ила. Было там около 500 кубов. Я, в общем-то, его весь собрал и отвез сразу на завод. Тут уже сгенерировался ил. Кстати, я сюда еще и воды навозил. И дождь еще прошел. Так что здесь ил генерируется. Если у меня будет время и желание, я пособираю там 3 миллиончика каких на базу отвезу. Пускай лежит. Увы, просто все это делается руками. Поэтому, точнее, конечно, можно курс-плей поставить. И он даже по курс-плею отвозит это все дело. У меня есть маршрут на сбор ила. Он вот на GCB-шке даже загружен. Выглядит он, конечно, вот так вот дико. Когда он забивается, он даже отвозит на базу. Но когда он приезжает с базы, он потом не включает обратно фризу. Так что с этим есть, в общем-то, некоторая проблема. Так вот, да, озеро мы купили. Поэтому денег у нас, соответственно, и не хватает. Ну ладно, погнали, друзья, на наше производство. Посмотрим, что у нас там происходит. Здесь у нас работы ручками тоже сейчас будет. Надо будет немножко покататься. Значит, у нас есть клеевой завод. Он у нас работает на угле. И потребляет карбонат кальция. И смолу. Карбоната кальция у нас, в принципе, на базе хватает. А здесь вместимость 200 кубов. Значит, три прицепа GCB-шки можно сюда отправить, отвезти. Пускай здесь его будет в достатке. Мы в прошлой серии прописали автодрайв. Так что у нас теперь автоматизация. Здесь везде полно идет. Все прекрасно. Так, GCB-шка, где ты? Значит, GCB-шка, ты у нас загружаешься на элеватор карьер загрузка. И везешь на клей карбонат кальция. И везешь, соответственно, карбонат кальция, как ни странно. Едешь три раза. Погнал. А сколько у нас вообще на базе карбоната этого самого кальция? Это 289 кубов. Замечательно. Тут все есть. Так, а ты что? А, этот еще воду возит. Видимо, последний раз сейчас поедет. Воду далеко ему возить, конечно, на бумагу. Но что поделать? Что поделать? Так вот, с этим, друзья, мы разобрались, по сути дела. Смолы у нас просто пока... А, смолы тоже можно привезти, кстати. Но фура занята сейчас, которая ее будет возить. У нас тут еще и активно производство эпоксидной смолы. Друзья, она забьется, и я не буду его трогать, пока она нам не понадобится. Но пока пускай и производится. Также погнали на лесопилку, посмотрим, что у нас там. Значит, первое, камни-дробилка. Сюда можно привезти один прицеп дизеля. Камни мы, друзья, позакидывали в прошлой серии. И отсюда надо будет вывести известь, гипс, карбонат кальция, известняк. Все отсюда надо потихоньку вывозить. Друзья, нам нужна большая возилка. Большая и маленькая возилка, в смысле. У меня есть такой прицепчик. Там 140 кубов, по-моему, у него вместимость. И он маленький по размеру. Я его делал вместо той маленькой возилки. Но просто на 14 кубов тоже хотелось бы ее оставить. Хоть ты и правда прописывай сюда задним ходом маршрут. Но мне так не хочется, так лень. Это ладно, в общем-то, тут все понятно. Производство поддонов, тут тоже, в принципе, все понятно. Производство... В смысле, все понятно. Оно у нас простаивает. Потому что поддоны произвелись, они забиты. Пока что они нам нигде не нужны. Но хорошо, что они уже есть. И далее производство планок. 34 куба планок у нас уже есть. И здесь есть еще доски загружены. Все прекрасно. На самой лесопилке, друзья, у нас доски в избытке. Можно съездить продать один прицеп досок. Потому что производство останавливается. Щипу, друзья, я отсюда потихоньку вывожу. Часть из нее ушла на новое производство. Смола производится. Проблема в основном в том, что нам сейчас, наверное, нужна смола. Досок у нас хватает. Ладно, с этим сейчас разберемся. Также у нас, друзья, появилось в прошлой серии два новых производства. Они только-только запущены. Здесь у нас делается ДСП. Делается хотя бы быстрее, чем планки. Это уже хорошо. Поддоны, насколько я понимаю, будут по 2 куба. Ладно, потом посмотрим. Может быть, даже сегодня успеем дойти до того момента, когда здесь будет 660... А сейчас здесь 660. Когда здесь будет куб, посмотреть, будет ли поддон. Также, друзья, у нас производится бумага. Здесь мы затарились полностью щипой. И с водой тоже все хорошо. Водовоз возит. Это получается, он только один прицеп привез. И сейчас везет второй. И потом привезет третий. Здесь вместимость 90 кубов. Как раз три прицепа. Бумага потихоньку производится. Есть уже 100 литров. Бумага производится тоже медленно. Не знаю, насколько она будет нужна потом. Но, в общем-то, решили мы заранее поставить это производство, чтобы уже бумага делалась. Потому что на производстве гипсокартона она нам понадобится. Тут, в общем-то, все понятно. Пшеничка наша продалась. У нас на балансе 185 миллионов. Поэтому... Миллионов. Тысяч. Ребята, простите, 12 часов ночи я заговариваюсь. Тем более, что я только что отстримил 2 часа. И прошлую серию еще записал. Немного, знаете ли, подустал. Погнали за жаткой. Для сахарного тростника. Комбайн мы купили. А жатку не купили. Я в прошлой серии уже говорил, что я потом посмотрю. Может быть сделаю одну жатку на все, если получится. Если нет, то будет грустно. Красим жатку тоже в оранжевый цвет. И покупаем ее. И вот этого чудо техники отправляем сразу в работу. Хотя на самом деле, прежде чем отправлять его в работу, давайте сделаем вам парковочное место. Это у нас будет парковка. Давайте парковка комбайн идеал. Мы ее переименуем парковка холмер. Пускай будет так. Подцепляем жатку. А вон впереди заливка воды, о которой я вам говорил в прошлый раз. Или в этот раз, не помню. Простите, все попуталось. Так вот, назначаем парковка холмер жатки и парковка холмер самому холмеру. И погнали поставим его работать на 45-е поле. Руками его туда отвезем. Поле здесь рядом. Да, друзья, выглядит, конечно, это не очень. То, что свеклоуборочная вот эта штука убирает сахарный тростник. Вопрос, будет ли ей место здесь развернуться? Я думаю, что будет. Значит, взад-вперед. Давай, друг, со стартовой точки. Разворачивайся. Как-то я его прям совсем криво поставил здесь. Так вот, выглядит, конечно, это, наверное, не очень там прям красиво реалистично, что он так это собирает. Но, друзья, это лучшее решение на сегодняшний день, которое и есть. Хотя, может быть, лучшим решением был бы какой-нибудь хотя бы там силосоуборочный комбайн. Я еще подумаю над этим вопросом. Не так много мы будем заниматься тростником. Просто стандартная техника для сбора тростника шириной 2 метра. Хрен пойми, какой выгрузной трубой крайне неудобной. Это плохая идея. В общем-то, тростник забивается. Это хорошо. Но к нему тоже надо поставить комбайн. И поставим мы, друзья, мана. Нашего вот этого большого красного. Он как раз вернулся. Так, вот этот гараж надо открыть. И вот этот гараж тоже надо открыть. Потому что парковка у нас в этих гаражах. Он не сможет приехать. Вот он как раз приехал. Как все четенько у меня подгаданное. Так, ты, друг, едешь работать с комбайном. Едешь на поле номер 45. И выгружаешься потом на база мой элеватор. Погнал. Так, что у нас по... Отлично. Он уже тут много прошел. Друзья, сразу же ставим посев. Много техники работает. ФПС начинает проседать. Ничего страшного. Я это как-нибудь переживу. Надеюсь, вы тоже. Друзья, засаживать мы будем кофе. Опять. А на это есть две причины. Во-первых, нам нужны деньги. Причем денег нужно много. А мы подходим к тому, что нам надо будет строить цементный завод и столелитейный завод. Они будут требовать в себя гравий, уголь, руду и прочую вот эту вот хрень. Нам придется, друзья, еще покупать вот эти вот карьеры. Они стоят денег. Плюс надо будет купить большую территорию для установки этих двух предприятий. Это еще миллион. Плюс надо будет купить сами эти предприятия. А они тоже вроде как дорогие. Ну, 325 тысяч и 325 тысяч. Ладно, они не очень дорогие, но все равно. Короче, деньги нужны. Сеем кофе. Плюс мы сегодня запустим стройку, которая тоже будет как бы два дня идти. Поэтому подождать 2-3 дня кофе, это будет самым правильным решением, которое у нас есть с экономической точки зрения. Сой получается крайне мало. Он проехал уже 3 здоровых проходки и собрал всего 38 кубов. 4 проходки он проехал уже. Значит, ты, друг, у нас едешь на поле 37. Ты там будешь все прекрасно делать. Разумеется, пополнение. На моем элеваторе загружаешь семена, а возвращаешься на поле номер... Давайте поставим 37, чтобы ман, который на той точке стоит, ему не мешал. А со стартовой точки, друг, погнал. Посев, в общем-то, тоже сразу пошел. Он его не догонит, уборка идет быстрее, чем посев. Плюс этому товарищу нужно будет еще пополняться ездить периодически. Плюс он довольно пустой сейчас у нас здесь. А с этим, понятно, с полями вообще разобрались, все хорошо. Ну и погнали тогда запускать стройку. Так, друг, а ты куда приехал и зачем? Черт, нехорошо получилось. Он у нас выгружал карбонат кальция. И после этого он словил случайно вот эту вот штуку, да? Но поехал не на уголь. А, он даже отсюда выехал. А, ну раз выехал, значит, молодец. Все, тогда даже ничего трогать не будем. Едь, катайся. Так вот, что я говорил? Я говорил про строительство завода гипсокартона. Мы здесь стройку ограничили уже довольно-таки давно. И привезли сюда доски и смолу, которые у нас, в принципе, хватало. Планок у нас не хватало и не хватает на самом деле до сих пор. А ДСП мы вообще только-только запустили завод. Но планки давайте, друзья, отвезем. Нужно 40 кубов. На прицеп с автопогрузкой у нас помещается 18. Черт, я же доберусь до вас. Что вы это самое? Я люблю по горам, я уже тут ориентируюсь в горах. Так вот, друзья, у меня знаете, какое предложение есть? Мы немножко щетерим. Мы за раз отвезем сейчас 22 куба. И 18 потом останется. У нас же не произвелось еще, да? 34 800. Грустно. Значит, подгоняем этого товарища под автозагрузку. Вот так вот. Я надеюсь, он отсюда будет все ловить. Выгружаем поддончики с планками. 5 поддонов создаем и он их не ловит. Падла. Потому что у меня автозагрузка выключена. А почему она выключена? Один словил. Значит, подъезжаем чуть поближе. Не очень удобно здесь, конечно, сделано. Так, так ты будешь ловить планки. Создать 5 поддонов и они сразу улетают. Шикарно. Так, 18 погружено. 2 еще стоит. 18 же погружено. 18 погружено. 2 еще стоит. Значит, создаем еще 2. А чтобы было 4. Мы же любим, когда все у нас с ровным счетом. Отгоняем ман. И, друзья, тут такое дело. Когда мы грузим автоподбором, у нас на этих поддонах нет коллизии. И, соответственно, прицеп мы можем поставить еще поддоны. Если мы руками их поставим, то они, видите, здесь прекрасно стоят. Я гений? Гений. Читер? Может быть. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Единственный косяк, я не вижу, куда я их поставил. И поэтому можно сейчас, когда мы их будем ставить, можно будет случайно его сбить. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я помню, что в хвосте точно ничего не было. Ставим один сюда. Во. Теперь закрепляем ремни. И всю вот эту вот историю везем на стройку завода гипсокартона. Соответственно, мы приезжаем на эту стройку. Проезжаем вот здесь вот. И эти поддончики у нас выгружаются. Также надо вот отсюда отъехать, чтобы последний выгрузился. Проверяем, что выгрузилось 4 куба. 4 куба выгрузилось. Замечательно. И теперь выгружаем еще из прицепа. Все. Оно тоже у нас высыпается. И в сумме мы привезли 22 куба. Правильно? Правильно. Осталось привезти 18. То есть еще один полный прицеп с планками. Замечательно? Замечательно. Давай, друг, обратно едь на лесопилку. Так себе ты, конечно, придумал развернуться. Но да ладно. Так, друг, а что это ты так широко едешь, а? Я-то знаю, почему ты так широко едешь. Потому что я почему-то думал, что жадко 7 метров. На самом деле она 5,4. Значит, будешь переделать. Слушайте, а он быстро тут убирает, я вам скажу. И вмещается много. А, то есть первую проходку он проехал хорошо. Потому что вторая была уже. Я понял, все нормально. Давай, друг, вот с этой точки едь. Разгружайся. Я надеюсь, что ман будет нормально с ним работать. В теории должен вообще нормально работать. С этим понятно. Что я еще хотел, друзья, сделать? Дядя, а что ты приехал на поле 37? Я же тебе сказал ехать на поле 36. А, и на 37. Но он почему-то решил здесь развернуться. А это ты столько засеять уже успел, а? Какой молодец. Ладно, мы сделаем по-другому. Мы тебе освободим место. Так и быть. Мы уберем отсюда вот этого товарища. Поставим его на поле. Пускай он ожидает вызова там. Ты поедешь пополняться. Хорошо. А мы, друзья, перехватываем вот этого товарища. Он едет на место парковки уже. Он загрузился. А нам надо, друзья, еще проверить работоспособность триггера на смолу. Поэтому, друг, едь на лесопилку. Смола-загрузка. И выгрузаться ты поедешь. Наклей смола-выгрузка. И вези туда смолу. И едь один раз. Десять минут. Твою мать. Надо его развернуть. Ему ехать в обратную сторону. А как в этом туннеле развернуться? Развернулся. Слушайте, получилось. Хорошо. Опс. И две минуты сразу. А не десять. Прекрасно. А выгрузка смолы меня не сильно волнует. Точнее, я в ней уверен. Скажем так, больше, чем в загрузке смолы. Так, а что мы будем делать вот с этим? Еще тоже хороший вопрос. Надо все вывозить. Не вручную шманом это делать. Но еще один трактор с прицепом брать для этих целей. Ну, тоже такое себе. Намудрил я тут. Сам виноват. Так, что у нас там по смоле? У нас же там на прицеп будет, да? Вроде 55 кубов должно быть. Да. Так, друзья, случилась очередная неприятность. Что-то их в последнее время стало много. У меня на середине серии звук перестал записываться. Я только на монтаже это увидел. Поэтому сейчас, как раз попозже, знаете ли, уборка тут идет полным ходом. Поэтому погнали на производство посмотрим. Я даже не помню, на чем остановился, если честно. Ну, в общем, клеевой завод забили. Тут все хорошо. Все есть. Клей производится. Не сильно его много, но ладно. Началась стройка завода кипсокартона. Я сюда отвез только 4 куба ДСП. Соответственно, надо привезти еще 2 раза по 18 по полному прицепу. И полный прицеп планок еще сюда надо привезти. Планки, кстати, может, уже и выполнились. Заводы наши потихонечку работают. Уже 4,5 куба бумаги есть. Это из того, что мы свежее стоили ДСП. Вон, 11 кубов ДСП есть. Прекрасно. ДСП производится быстрее. Планки. Да, есть 18 кубов. Можно будет их, в принципе, отвезти. Вот этот заводик у нас остановился. Лесопилка. Доски, наверное, друзья, придется продать. Хотя бы немного. Но ко мне дробилка работает. Потихоньку я отсюда все вывожу. Как оказалось, наша GCB, хоть и мучается здесь, но способна, в общем-то, ездить. Поэтому я ее тоже добавил. И дизеля надо привезти. В общем, друзья, я потихоньку тут слежу за всем. Также, кстати, мы собрали тростник. Я его не отвез до сих пор на этот самый. На топливный завод. Тоже сейчас закину, чтобы отвезли. И ила я немножко подсобрал. 2 миллиона 300 есть ила. Тоже все хорошо. Хорошо, сахарный тростник. 1 миллион 700 у нас получилось. То есть, ну, 5-6 урожаев точно будем собирать. Плюс, кстати, после первого урожая поле теперь требует вспашку. Поэтому, насколько я понимаю, урожая будет меньше. Но посмотрим. В общем-то, это без разницы. Сахарный тростник отвезем сюда. Закинем. И все у нас будет нормально. На этом, друзья, эту серию мы закончим. На канал подписывайтесь. Не забывайте, если еще не подписаны. На травы мы, кстати, сюда тоже привезли трохи. Лайкусики ставить не забывайте. Комментарии тоже пишите. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Если хотите смотреть ролики по мере съемки, то, в общем-то, Бусти ваш вариант. Всем огромное спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok